Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Имя художника Николая Двигубского за границей известно больше, чем в России. Он родился во Франции, в 20 лет переехал в СССР, а в 1980 году снова вернулся в Париж. У нас его чаще упоминают как друга Андрона Кончаловского и человека, который женился исключительно на его бывших возлюбленных, актрисах Жанне Болотовой, Ирине Купченко и Наталье Оренбасаровой. О его жизни во Франции известно крайне мало, а самой большой загадкой стало его решение добровольно уйти из жизни. В Париже Двигубский окончил национальную высшую школу изящных искусств. Спустя три года после смерти Сталина его родители решили вернуться на родину. В 1956 году Николай вместе с ними переехал в СССР, где окончил ВГИК по специальности художник-постановщик. Поначалу бытовые условия жизни в СССР шокировали семью. Их поселили в коммуналке и соседи с ними не церемонились. Мать Николая продолжала работать портнихой и после того, как ее клиентками стали жены партийных деятелей и киноактрисы, семья получила отдельную двухкомнатную квартиру. Во время учебы во ВГИКе Николай познакомился и подружился с Андроном Кончаловским, и он позже работал в качестве художника-постановщика в его фильмах, а также у Андрея Тарковского и Глеба Панфилова. Так случилось, что Николай Двигубский действительно женился на тех женщинах, которых в свое время связывали романтические отношения с Кончаловским. Дочь художника Екатерина объясняла это тем, что он настолько любил своего друга, что и на женщин будто смотрел его глазами. Первой женой Двигубского стала актриса Жанна Болотова. Они познакомились на вечеринке у Кончаловского, и вскоре художник сделал ей предложение. На тот момент ее короткий роман с режиссером уже подошел к концу. Правда, этот брак просуществовал недолго, меньше года. Во время съемок фильма «Дворянское гнездо», над которым друзья работали совместно, у Кончаловского случился роман с исполнительницей главной роли Ириной Купченко. И снова ситуация повторилась. Когда их роман закончился, Двигубский сделал ей предложение. И этот брак тоже вскоре распался. Третьей женой художника стала Наталья Аринбасарова, бывшая жена Андрона Кончаловского. С ней Двигубский прожил 10 лет, и в этом браке родилась их дочь Екатерина, которая впоследствии стала кинорежиссером. По ее словам, отец был настоящим интеллектуалом, очень замкнутым, самодостаточным и немногословным человеком, который даже с близкими людьми крайне редко делился своими переживаниями, с чем были связаны многочисленные загадки его биографии. Екатерина Двигубская рассказывала, что она росла абсолютно счастливым ребенком, до тех пор, пока ее родители не развелись. На тот момент ей было всего 6 лет. Наталья Аринбасарова была вынуждена много работать, чтобы прокормить двоих детей – дочь и сына от первого брака Егора. Сидеть с Екатериной было некому, и матери пришлось отдать ее на два года в интернат, чего девочка не могла простить матери, пока не повзрослела. А Николай Двигубский после развода в 1980 году решил вернуться во Францию, где женился в четвертый раз. Долгое время общаться с отцом дочь могла только по телефону, а увиделись они только через 7 лет, когда началась перестройка. Благодаря отцу Екатерина выучила французский язык, побывала во всех музеях Парижа и прекрасно разбиралась в живописи. Наталья Аринбасарова позже рассказывала. С Колей прожили 10 лет. Егор называл его папой, так как Андрея он видел не часто. Тот был очень занят съемками новых фильмов в Америке. Потом Коля захотел вернуться на свою родину, во Францию. Звал меня с собой. Но я не могла рисковать, у меня почти все родственники были партийные. В то время мой переезд мог для них иметь очень серьезные последствия. В итоге Николай уехал к другой женщине в Нормандию. Отпустила я его со спокойной душой. В октябре 2008 года всех близких художника потрясло известие о его самоубийстве. Он дождался, пока его жена Франсуаза ушла из дома по делам, включил музыку Рахманинова и пустил себе пулю в сердце. Перед смертью он написал свою последнюю картину. Очень странный автопортрет. Причины самоубийства Двигубского до сих пор остаются для его близких необъяснимой загадкой. В последние годы он страдал от онкологического заболевания, но ему удалось побороть болезнь. Он жил в замке в Нормандии и никому не говорил о том, что несчастен. Во Франции он оставался востребованным художником, создал много эскизов к театральным постановкам зарубежных режиссеров. Екатерина Двигубская так объясняла возможные мотивы его поступка. Папа – превосходный художник. Но в какой-то момент застрял в натюрмортах, которые были божественны с точки зрения техники. Но по содержанию, на мой взгляд, тесноваты для папы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.